С этой точки, как бы вам сказать, я всегда сюда приходил, я сюда всегда приходил и говорил, давайте сделаем рекламу, давайте сделаем рекламу, давайте сделаем рекламу. Но сегодня, сейчас я уже перешел от разряда, давайте сделаем рекламу за деньги, к разряду, давайте сделаем рекламу для того, чтобы вы поняли, потому что основная моя часть работает, а не магазины, нет, нет, это вы, мои товарищи, вы, мои товарищи телезрители. И к слову о том, что в принципе есть специалисты, которые все это дело посмотрят на ютюбе и которые да и катаются до того, что в принципе приехав в Магнитогорск, вы можете ценники брать по почти китайской цене, потому что не надо ехать в Москву, все идет отсюда, наш Китай рулится и рулится совсем недалеко от Магнитогорска. Вы не задавали себе вопрос? У нас же есть сетевики, М-видео, это же Эльдорадо, Техно, а еще? И вопрос-то очевиден, как при охрененной аренде они живут, причем везде. То есть аренду кто платит? Ну спросите, а может поймете? Вы платите! Ценники в Optom74 видели? Таких цен просто нет нигде, даже розница, я не говорю про Optom. Я сейчас воткну про свою болячку, тема заламит, дженерик, тема дала. То есть дешевле некуда и производится в Китае. Откуда берем? Из Аргентины. Либо я тупую, либо сроду так. Я не противник географии, я даже за. Рейс из Китая в Москву откуда идет? Через Магнитогорск, естественно, ну плюс-минус. Так зачем переплачивать, а? Есть Optom74. Когда мне говорят про Китай, я скажу, ребят, вы про Китай просто замолчите все, вот и до. Потому что если бы не было Китая, я бы не полетел на радиоуправляемых самолетах. Вообще. Вы понимаете меня, да? Я любитель Китая. И когда меня начинают втирать, я еще раз вам говорю, не надо мне про это рассказывать. Потому что уже дальше, а это был 2014 год, ну после операции, да, я поехал опять же в Китай. Куда я приехал? На слет аппетерапевтов. Там всего два человека было, кто по-английски беседовал. Но тем не менее мне китайцы поставили укусы пчел и сказали, Лешенька, живи так до бесконечности. И когда мне в очередной раз рассказывают, что Китай очень плох, я говорю, а почему очень плохо? Потому что Китай вам дает то, что вы в принципе можете себе купить и не за дорого, потому что этим занимается Китай. Мало того, у меня есть еще китайские футболки с Америки. Скоро будет 30 лет, и с ним ничего не случилось, потому что это был Китай. Стоять, Зорьки, не убегать. Стоять, стоять. Честно, единственный город, где большая часть, практически вся, торговля в центре. Центр от Гагарина до Энгельса, еще центрее, Грязного Завинягина. Но самый доступный вариант это центральная городская ярмарка. О-ба-на. Один из лучших богословов из татар, а именно Марджани, в смысле улица, упирается в центральную городскую ярмарку. Прямо напротив автозапчастей тот самый оптовик. О, теньки. Чего-то здесь о вас не видно, непонятно. Тем более опт от 1000 рублей. Малость информации другая, все это в сетевиках, уж поверьте, в разы дороже. Хотите платить? Платите. Я не хочу, и не буду, и про Москву забуду. Мне только осталось, знаете чего, дождаться. Потому что я недавно, да буквально вчера, у меня облызнулся блок питания на компьютере. Я пошел, знаете куда? Мне пришлось идти в ДНС. К сожалению, здесь блоков питания для компьютеров нет. А остальные блоки питания есть, они реально... Копейки, копейки, копейки. Черт, копейки. Теперь другой вариант. Вот видите, часики. Вот они. Вау! Вы думаете, что я заплатил за них бешеных денег? Нет. Бешеных денег я не заплатил, но я заплатил здесь гораздо больше, чем здешние часы, которые здесь представлены. То есть я взял стандартные часы на электро... То есть здесь стоит электрический батареечка, естественно. То есть они не сильно дорогие-то были, например, на полторы тысячи рублей. Здесь все, что должно быть, падает внизу, падает внизу, ну просто падает внизу. И, кстати, здесь часики такие весьма красивые, ровные и для женских вариантов, а есть еще и для мушки. Вау! Давайте все-таки определимся с ценой вопросов. Есть два варианта. Есть вариант розницы, можете купить, и в любом случае это будет дешевле однозначно. А есть вариант оптовые цены. Так вот, вариант оптовые цены. Сейчас девочки и мальчики, которые находятся за кассей, просто начнут так вот вклеивать. То есть в среду, в среду, в среду, в среду. Грязного 44 дробь 4. Сейчас на улице покажу, вы поймете, ничего сложного нет. Прямо напротив, за пятерочкой этот магазин находится, а перед пятерочкой у нас крытый рынок, где автомобильчики продаются на районе городская ярмарка. И вот вы, получается, в среду сюда приходите, и все покупаете по оптовой цене, но есть маленький. Да почему маленький? Потому что грамотный нюанс. Какой грамотный нюанс? То есть вы покупаете за 1000 рублей. Ой, если бы за 1000 рублей. Ммм, в следующий раз я сюда приду и покупаю за 1000 рублей. Хотя, с другой стороны, у меня есть оптовые клиенты, естественно. Спасибо вам большое, что мне так сделали. Я все дело покупаю по оптовой цене. Ну, конечно, 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 таких цен просто нету. Просто нету. Просто нету. А теперь есть. И не надо думать ни о чем. Это, в принципе, самый центр города, и вам прыгать никуда не надо. Сюда приезжайте, покупайте. Я вам показываю качество. Качество по ценам ниже московских. Зачем платить, если есть возможность давать уникальный Китай, а? Давайте так. Мы сегодня только чуть-чуть начнем все это дело рассказывать. Но чуть-чуть это не будет значить о том, что люди покупают все подряд. Нет, люди здесь не все подряд покупают. Когда-нибудь, когда-нибудь это случится. Ну, ориентировочно я даю Китаю примерно еще 5 лет. Потому что я был в Китае в 2014 году. Если бы это случилось, то в 2024, ну, к сожалению, у меня сейчас не совсем... Ну, туда я поеду, я сейчас поеду на Кубу, естественно. А так бы я съездил туда. Конечно, конечно, Китай меняется и делает все просто изумительным образом. И когда здесь проверяют колоночки... А, здесь они покупают колоночки по изумительной цене и по изумительному качеству звучания. Но, допустим, если мы берем Перфео, вот этот, да, который стоит здесь 4 тысячи... Я оптовая цена, естественно, буду говорить. Потому что вы же придете сюда, оптовая цена, да? Естественно, вы же умные товарищи. Ну, вы же умные товарищи. Хотя, с другой стороны, если вы сразу покупаете эту цену, то вам сразу сделают оптовый ценник, потому что на 104 тысячи... Так вот, вот это 4 тысячи с небольшим по качеству звучания... По качеству звучания... По качеству звучания далеко от JBL еще переплевывает. Она не просто работает через Bluetooth. Она еще... У нее, скорее всего, зарядка есть. То есть вы туда флешечку вставляете. И тогда вообще нету никаких проблем. Мы будем говорить не о... Еще сделаем, Матера. Когда мне говорят, Лешенька, а ты не умеешь ли сделать бесплатно? А вы думаете, что я не научился? Я делаю бесплатно. Да, господа мои. Почему я этим делом занимаюсь? А вы думаете, что Алексей только готов за бабки все это делать? Особенно это будет красиво для ТВИНа. Особенно это будет красиво для еще одного канала. Все думают, что заработаю бабки, 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 бабки. Нет, дорогие мои. Это все делается для вас. Для тех, кто понимает смысл жизни. Если вы понимаете смысл жизни, я, кстати, потом приду за вот этими штучками, потому что мне надо будет на доме. Представляете, у меня на доме своровали машину, потому что не было системы видеонаблюдения. Так вот, я приду сюда, потому что они тоже смотрят. И по такой цене вряд ли я вообще что-то в этом городе найду. Теперь, где мы находимся, еще раз, я вам объясняю. Я вам буду объяснять. Это, в принципе, Грязнова 44.4. Центр города. Естественно, это центр города. То есть в центре города люди вам позволяют покупать все за нормальные ценники. Они такие вот такие. И самое забавное, мне, когда начинают доезжать, я объясняю. Я не противник Китая. Может быть, Китай круче всех. Да, наверняка, однозначно Китай круче всех. Он даже круче, чем делают сейчас машины, чем... А, чем, 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 чем? Чем-чем, чем в Еблионе, естественно. Потому что я ездил и в японских машинах, ездил в китайских машинах. Ну, ездил, естественно, в американских и в немецких машинах. Я вам еще раз говорю, по уровню шумодавления рядышком с американскими и с немецкими машинами, рядышком ничто не стоит. Потому что я катался на японских, там все-таки подшумливает. Я также ездил на китайских, они тоже шумят. Но, тем не менее, когда мы что-то хотим, то есть нам надо смотреть. То есть зачем покупать в Москве, где у нас Москва находится. Это из той же ситуации, что темодал я брал. Так вот, я темодал брал китайский, только мы его брали, знаете, откуда? С Аргентины. То есть, ну, примерно весь мир туда и обратно, для того, чтобы мы купили то, что вам необходимо. Все, точнее, чуть плохо. Но, с другой стороны, у нас Китай располагается немножко ближе, чуть-чуть ближе, чем Москва. И по ценникам, даже москвичи, когда приезжают в этот магазин, они так смотрят, думают, о, а где, а где, а почему, а когда, а? Ну, вот так вот, вот так мы здесь работаем. То есть, дорога через Китай идет через Челябинскую область. А гораздо проще в Челябинской области здесь же все это дело растамаживать, брать и не переплачивать за перевозки. Вот оно, грамотность. И она, грамотность, работает в оптовике. Я не противник. Я не противник, но я противник того, что то, что находится здесь, в других магазинах каких-то денег других-то стоит. Потому что, потому что сегодня сейчас наши телевизоры, а наши какие сейчас телевизоры стали? Ну, конечно, это уже не проекционные телевизоры. Это уже LED-панели и светодиодные панели, и все это делает, и все это примочка, естественно. И они не занимают только большое количество времени, большое количество расстояния, как свои другие телевизоры, которые мы уже прошли. Но возникает вопрос. А я хочу сделать так, что в двух точках и посмотреть, и мне не надо было повернуться. Да прикрепи их к стене, пожалуйста. Кроме всего, к стене ты можешь прикрепить это вот отдельные стеновые крепления, а это стеновые крепления с поворотом. То есть ты сможешь спокойненько, прикрепив телевизор, покушав, и вам необходимо даже не будет перемещаться. То есть просто телевизор повернули в сторону еды, а потом повернули в сторону, где вы будете релаксировать. Ну, я не говорю про ценники, я не говорю про ценники. Они просто реально смешные. А есть еще другой вариант, да-да-да-да, когда меня обманывают, а обманывают тут же, рядышком. Они не в курсе событий, зря. Ну, не в курсе событий. Да, вот мне это немножко тоже напрягать начинает. Потому что мне говорят, что рыночные условия. Я говорю, что такое рыночные условия? Я не хочу принимать участие в рыночных условиях. Я сторонник все-таки немножко социализма. А Китай – это социализм, дорогие мои. Да-да-да-да, это социализм. И там плановая экономика. Так вот, плановая экономика вздрючивает вашу рыночную экономику. И так и правильно делает. Потому что единственная страна, которая не отвернулась, которая работает. Кстати, она не единственная страна. У нас плановая экономика есть много стран, и у которых все абсолютно нормально. Люди видят будущее. Они сидят и не смотрят, и не говорят. А почему ценники такие приподнялись? Так вот, чтобы ценники опустились. Здесь вы можете купить себе весь набор инструментов. Еще раз говорю, весь набор автомобильных инструментов. Зайдите сюда просто. Выйти далеко не надо. Прямо рядышком. Через 10 лет уже после точил. Хотя сам Китай ездит, по крайней мере, Пекин на Европе, Японии, Америке, к нам вернется дивная дешевизна качественных машин. Хотя простить она и была. Может, я лосик-посик, но дешевка из Китая с возрастом 15 лет не гниет. А может, я странный, потому как китайская толстовка из США живет, и скоро будет как 30 лет. Не надо мне втирать про электронику. Завоевав рынок США, она распределяется по миру, принеся безупречное качество нового Китая. И слава тебе, что в Магнитогорске есть то, что реально дешевле, чем в Москве. Потому как дорога из Китая в Москву через Магнитогорск. И вот она, то место. Грязнова 44, дробь 4. Да, 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 да. Пройти, посмотреть, увидеть несложно. Вы понимаете, о чем я беседую? Я вам объясняю дивность практики. Хотите задешево? Еще и качественно? Сюда, сюда, сюда. Аптовик. Грязнова 44, дробь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова